Ваня, привет! Для тебя специально снимаю вот видео. Хочу проверить ГЛОНАСС. Вот три вот нажимаю. Они мне сейчас до этого сказали, дошел вызов. Они мне сказали, что я нахожусь якобы в гараже. Где я нахожусь, они ничего не могут сказать. То есть новая машина, работает ГЛОНАСС некорректно. Сейчас ждем вызова. То есть до этого мне сказали, извините, обращайтесь к дилеру. Мы ничего не можем сказать. Где вы находитесь? Вот сейчас жду звонка. Подождите. Если я попал в аварию, то есть они не могут определить, где я нахожусь. То есть у меня в Иркутске надо за замену батарейки заплатить 10 тысяч. Оператор системы ГЛОНАСС слушаю. Здравствуйте, девушка. Здравствуйте. Проверка ГЛОНАССа. Хотел проверить, вот купил новую машину, где мы находимся. Допустим, если я попал в ДТП, какие мои действия? Если в ручном режиме, как сейчас пришел от вас звонок, карта вызова у вас не в полном объеме, у вас не отображаются адресы и координаты. Вы в помещении находитесь? Нет, я не нахожусь в помещении, я нахожусь на улице. Ну, почему-то не отображается. То есть если я разбился где-то, то есть меня так же никто не определит, да я так понимаю? Не надо кричать, это может быть в данный момент система не сработала. Или нет связи. Ответьте через некоторое время, ну через 5 перезвоните и можно... Подождите, вы уже второй оператор, которому я звоню, и второй оператор так же говорит, что он не может определить, где я нахожусь. То есть я плачу за машину, я плачу за ТО, которое я прохожу, плачу за батарейку, да? То есть к вам они никак, ну не относятся, да? Ну это в данный момент не отображаются. Попробуйте еще раз, может быть... Девушка, смотрите, я попал в аварию, я разбился, мне еще раз надо будет, после того, как я разбился, мне еще раз надо будет к вам обратиться или как? Не надо будет с вами разбиваться, пусть все будет хорошо, но если в данный момент, сейчас у вас была бы авария, вы просто назвали мобильный телефон, потому что у вас... Девушка, мне плохо, я лежу, у меня и отовсюду бежит кровь, я не могу разговаривать, у меня выбиты зубы. Как я могу к вам еще раз обратиться? Я вам не могу ничем помочь, потому что... Спасибо большое, девушка, спасибо, что вы мне помогли. Я понимаю, что это бесполезная просто, как сказать-то, система, которая ничем не может помочь, да? Никаких вопросов, я просто оператор, пришел звонок, я ответила. Я понимаю, то есть это бесполезная система, которая ничем человеку не может помочь. Это не бесполезная система. Откорректируемая система, у вас отображались координаты. Подождите, я за нее плачу, извините, у меня 50 тысяч. Вам в данный момент помощь требуется, вы занимаете линию? На данный момент нет, я хотел просто проверить новую машину, как она вообще работает. Все работает, кроме меня, отображается сейчас адрес. Обратите, где вы устанавливали, пусть откорректируют вам, чтобы отображался адрес. Все понятно, я вас услышал. Спасибо вам большое. Ну, спасибо, до свидания. Вот, Ваня, вот так у нас работает система, за которую мы платим, во-первых, полтинник, мы выплачиваем, а во-вторых, мы платим за нее, за замену на ТО 3, если я не ошибаюсь, по-моему, то ли 8, то ли 10 тысяч в рублях. Я не знаю, там у тебя сколько там в белорусских, но вот такая вот система. Как-то так. Спасибо тебе.